Мы находимся в Соединенных Штатах, а именно Фондю Лак, штат Висконсин. Здесь находится центральный офис компании Меркери, самого большого изготовителя судовых двигателей в мире. Первенство, полученное благодаря постоянным инновациям своих продуктов. Этот непрерывный процесс начался 75 лет тому назад Карлом Кикхафером и продолжается до сих пор, создавая все более надежные двигатели, которые долго служат и просты в обслуживании. Согласно таким принципам был создан новый двигатель на 2,1 литра, используемый при мощностях 80, 100 и 115 лошадиных сил. Зачем он был создан? Для того, чтобы пойти дальше, произойти самих себя. Давайте взглянем на его характеристики. Как правило, об эстетических характеристиках подвесного двигателя не упоминают, но в нашем случае она того стоит. Наверное, кто-то намекнул компании Меркери, что старый подвесной двигатель на 115 лошадиных сил дурно выглядел, и поэтому для создания нового двигателя они обратились к дизайнеру. Или во всяком случае складывается именно такое впечатление. Очень странно представить, что под такими изгибами скрывается механическое устройство. Объем цилиндра 2100 кубических сантиметров, 4 цилиндра и 8 клапанов. Давайте заглянем внутрь двигателя, чтобы узнать больше о его секретах. Распределение доверено единственному валу с кулачком вверху, с двумя клапанами на каждый цилиндр. У подшипников также наблюдается меньше трения, а меньше трения, как известно, меньше затрата энергии, меньше нагревания и сноса. Электронная система впрыска топлива принадлежит типу мультипорт, то есть контроль смеси воздух-бензин происходит в каждом цилиндре отдельно. Масляный насос более мощный, но прежде всего улучшилась система смазки двигателя для поддержания постоянной температуры масла. Но эффективность мотора характеризуется крайне важной зоной – корпус. Меркьюри всегда занимал передовые позиции по гидродинамике. Компьютерный анализ показывает, что у этого торпеда очень низкое сопротивление при движении в воде. А если говорить простыми словами, то или едем быстрее, или употребляем меньше топлива. Поменялся также насос-стрим. Послушайте, какой он тихий. Если вы хотите самостоятельно проверить двигатель, стержень измерения уровня масла находится на видном месте, точно так же, как и заглушка для долива масла. Так же вы можете самостоятельно менять фильтр, его легко откручивать. А для сбора капучего масла предусмотрен небольшой поддон. Вот такие используются технологии. Но какая от них польза? Для того, чтобы о ней узнать, нужно протестировать двигатель. Сцепление невероятно плавное и двигатель очень тихий. При минимуме шум находится на уровне 55-56 дБ на посту управления при сцепленной передаче. Это очень низкий уровень шума. А у фонометра ведь калибровка точно такая же, как у человеческого уха. Поэтому то, что слышит он, именно то, что слышим мы. Очень мало шума. Но хочу обратить ваше внимание на еще кое-что. Инженеры компании Mercury использовали новые виброгасящие опоры. Результат изумительный. Вибрации отсутствуют. Они закреплены вдали от нагревающих источников. Поэтому резина со временем не теряет своей эластичности. И, кроме прочего, они также подсоединили резонатор к системе всасывания. Поэтому шум очень низкий, даже вблизи двигателя. Ну что, у вас возникло желание протестировать этот двигатель? Давайте, вперед! Какой старт! Какая энергия! Это 115 лошадиных сил. Но какой хороший момент! Что может быть интересного в подвесном двигателе? Например, плавная выдача мощности. Возникает ощущение, что при помощи рычага получается дозировать каждую лошадиную силу, одно за одной. Что очень приятно, потому что это тебе дает ощущение хорошего контроля над судном. Что же может быть лучше, чем использовать двигатель, но при этом о нем не думать? Так можно наслаждаться плаванием, панорамой и ни о чем не думать. Кому нравятся лодки, тому, конечно же, нравятся озера, моря и вообще природа. Поэтому такому человеку будет приятнее использовать четырехтактный двигатель последнего поколения, как вот этот компании Mercury на 115 лошадиных сил. Но суть не только в лошадиных силах. Двигатель хорошо толкает, даже на этой лодке длиной в 18 футов. Four Wings Horizont 180. У этого двигателя замечательный корпус, не только по причине меньшего сопротивления, но также потому, что он позволяет винту избегать кавитации, даже при резких поворотах и на скорости, как сейчас. Специалисты компании Mercury тестировали этот двигатель в течение 17 тысяч часов. Если бы они шли со средней скоростью в 25 узлов, то смогли бы пройти 425 тысяч миль, то есть 20 раз вокруг света. Невероятно. Мне кажется, они его протестировали достаточно. А давайте-ка теперь протестируем его на полную катушку. Показатели тахометра растут достаточно быстро. Прибавим немного трима, чтобы лодка чувствовала себя легче на воде и меньше сопротивлялась. Спидометр показывает 45 миль в час, но давайте проверим GPS. Ха-ха! 37,5 узлов! Великолепно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это невероятный двигатель, но я до сих пор не сказал вам, зачем его создали. Это самый легкий подвесной двигатель на рынке, а легкость лодки предполагает улучшенные характеристики, то есть выше скорость, меньше затрат топлива и оптимальный внешний вид. Еще одним интересным качеством является большой объем цилиндров. Часто бывает, что если у двигателя большой объем, то и вес становится излишним. Но не в этом случае. Специалисты поработали над каждой отдельной взятой деталью, чтобы снизить вес, и у них это получилось. В общем, наконец-то я понял, зачем был создан этот новый двигатель на 115 лошадиных сил, несмотря на то, что у них уже был один замечательный двигатель, потому что этот будет лучше во всем.